всем привет на связи федор васильев я продолжаю говорить о полезных но необязательных плагинов для wordpress например у нас возникла потребность скрыть какой-то виджет на каких-то страницах то есть смотрите например есть виджет видео мы его видим на главный мы его видим на видео странице вот он и соответственно книги также он здесь присутствует музыка но что если нам нужно любой виджет или например в данном случае виджет видео скрыть на страницах музыка и книги а на других оставить стандартным средством wordpress пока так сделать нельзя поэтому мы воспользуемся бесплатным легким плагином переходим в админку нашего сайта переходим плагины добавить новый в поле поиска плагинов мы вписываем названием необходимого плагина данное название вы сможете найти в описании под этим видео вот он так называется я его нашел вот он находится сразу здесь мы нажимаем как обычно установить и активировать после этого нам не нужно ничего настраивать мы просто с вами идем виджеты внешний вид наводим мышь и переходим виджеты здесь у нас страница всех виджетов вот здесь от боковая колонка у нас активированные виджеты вот виджет видео я кликаю по галочке раскрываю данный виджет и после установки специального плагина под каждым виджетом у нас появляются вот такие опции хайт по-английски ведь написано это скрыть также кликаем по надписи хайт здесь еще есть один пункт дисплей виджет то есть это показать на каких страницах то есть либо показать на каких-то страницах либо скрыть я выбираю скрыть то есть оставляю хайт виджет а ниже поле просто кликаю по полю и здесь выскакивает всплывающее окно со всеми нашими страницами например я хочу виджет видео скрыть на странице книги то есть сразу видите здесь книги появляются кликаем еще раз в это пустое поле и нажимаем музыка то есть скрываю данный виджет именно виджет видео на двух страницах книги и музыка если потом по каким-то причинам нам нужно опять включить данный виджет на той или другой странице по просто вот здесь вот нажимаем крестик удаляя страницы из списка. Таким образом виджет будет показываться опять везде. Давайте я внесу опять страницы книги и музыка. Не показывать height. Нажимаем сохранить. Нажимаем готово. Давайте проверим. На странице главный виджет видео есть. На странице видео виджет есть. На странице книги вы видите виджета нет. Музыка виджета нет. Теперь возвращаемся в виджеты. Кликаем опять по стрелочке. Проверяем как работает данный плагин. Теперь мы вот здесь выбираем дисплей. То есть показать только на страницах книги и музыка. Нажимаем сохранить. Нажимаем готово. Идем на сайт. Обновляем страницу. Теперь мы видим на странице музыка видео отображается на странице книги. Видео отображается. А теперь на страницах видео. Видео нет. Вы это видите. И соответственно на главной и на других страницах не будет показываться данный виджет видео. Вот такой вот простой, но достаточно полезный плагин. Надеюсь вы найдете ему достойное применение. На этом здесь все. Подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум тему для WordPress? Премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум тему, вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев.ру. Адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация». Вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка «Еще нет учетной записи?» вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку CAPTCHA. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasilev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема ВП значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем fedorvasilev.ru. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум темы ВП в подарок и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему «Что делать вам?». Вы также на моем сайте нажимаете «Вход» и «Регистрация». Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете «Войти». Прокручиваете страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку «Управление подписками». Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот «Да» и нажимаете ниже кнопку «Сохранить изменения». С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку «Сохранить изменения» письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам». Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья!